Вот есть же такая большая информационная программа, которая должна правильно программировать население Украины. И вот теперь тот, кто признает лозунг «Слава нации и смерть врагам», они теперь единая украинская нация. И в принципе проблема вроде как бы решена. Нет, ну как ты правильно сказал, они в это верят, да? Да. Но вера проблему не решает. Верить можно во что угодно, но далеко не всегда вера совпадает с реальной действительностью. Я бы сказал, что вообще-то объединяет, в смысле, вера в Украину, объединяет не столько вера в бандеровщину, бандеровские лозунги, потому что в это верит только бандеровская часть Украины. А вот с антибандеровской частью Украины, или, по крайней мере, с частью антибандеровской Украины, ее объединяет вера в то, что им все должны. Только бандеровская часть Украины считает, что должна Европа. А часть, ну не вся, значит, но часть антибандеровской Украины считает, что должна Россия. Если ты так пробежишься по социальным сетям, то ты встретишь там вселенский плач по поводу того, что Россия не сделала для антибандеровской Украины того-то, 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 и еще немножко сверху. И поэтому, значит, все плохо. Точно такие же претензии сейчас бандеровскую Украину начинают предъявлять к Европе. Значит, вот не сделали одно, второе, знаете, вообще предали. Как ты говоришь, зрада произошла великая. Так вот, с моей точки зрения, опять-таки, вот эта вера, да, то, что должен кто-то снаружи сделать хорошо, это тоже был один из рычагов, один из механизмов уничтожения украинской государственности. Потому что я поражался все 20 лет, ну, или 25 дискуссий со сторонниками украинского и европейского выбора, когда на вопрос, а почему, почему так, если экономически выгоднее по-другому. Они говорили, ну, во-первых, ценности, да, значит, а во-вторых, мы же сами не можем сделать, как в Европе. Мы же коррумпированные, там, такие-сякие, значит, недостаточные демократы, а вот они к нам придут и все сделают правильно. Значит, они нас заставят принять правильные законы и так далее. Я говорил, слушайте, ребята, вы не знаете, какие надо законы принять? Их вообще надо выполнять. Не так принимать, как выполнять. И у вас все будет хорошо. Нет, нет, ну, сами-то мы не умеем. Вот они должны прийти и заставить нас сделать, а для чего они должны приходить к вам и заставлять вас делать? Ну, потому что мы же хотим быть частью Европы. Или так это же вы хотите быть частью Европы, а не они хотят вас там видеть. Поэтому вы вначале будьте, а потом они с удовольствием с вами обнимутся. Ну, нельзя ожидать, что придут немцы и устроят вам благосостояние, как в Германии. Вы вначале создаете у себя благосостояние, как в Германии. Потом приходите и говорите, ребят, а может мы тоже объединимся, да, в рамках Европейского Союза. Вот то же самое, в принципе, происходило и в обратном направлении. Во-первых, я вот сейчас не помню, кто из наших коллег, значит, из украинских иммигрантов, да, сказал, что в Киеве до 2014 года, значит, да не только в Киеве, но и в Украине, да, реальных пророссийских деятелей можно было сосчитать по пальцам, ну, не знаю, двух рук или одной руки, но действительно было очень немного. Потому что все остальные, даже искренне симпатизирующие России люди, все равно считали, что Россия должна помочь им сделать на Украине хорошо. То есть, чтобы они жили на Украине, но чтобы эта Украина была для них комфортной. Значит, это должна им обеспечить Россия. Они все время возмущались, выступали, говорили, а вот почему нам там денег не дают, там то и так далее, не помогают. Так вот, люди, неважно, какое они государство строят на Украине, пророссийское, антироссийское, какой-то там третий и так далее, если они считают, что их государство, им должен построить кто-то, этого государства не будет. Потому что кто-то никогда не будет строить государство тебе. Он его построит так, как это удобно ему. Мне кажется, Ростислав, что ты даже немного здесь переусложняешь. Хотя мысль твоя принципиальная и важная, она мне очень нравится. Но про эти две половинки Украины, можно же и в таком ракурсе посмотреть, понимаешь? Эти, которые бандеровцы, они говорят, значит так, Запад, тут даже не речь о государстве. Ты нас корми за то, что мы будем трепать москалей. И будем все время кусать эту Россию, и будем ей всячески вредить. А ты, Запад, нас за это корми. А те, которые были как бы пророссийские, я сильно ставлю это в кавычки, до, там, 14-го года. Они говорили все время о России. Так, Россия, ты нас корми, чтобы мы не стали как те, которые, ну, вот. И тут откапывай с бандерой. Нет, ну там, извини, речь шла не столько о кормежке, да. Потому что, например, вот смотри. Почему не о кормежке? Я тебе приведу простой пример. Наши донецкие друзья, да, которые сейчас там ДНР, ЛНР и окрестности, они 25 лет гордились тем, это постоянно публично заявляли, причем это делали не только их олигархи, но и вполне там все средние, по-российски, как мы говорим, настроенные люди, значит, что они не пустили в Донбасс не только украинский, но и российский бизнес. То есть, они говорили, мы вот сами по себе, да, мы у себя сами бизнесом, сами зарабатываем, сами себя кормим, все у нас вообще хорошо. И для нас самое главное, чтобы нам не мешали. А для того, чтобы Украина не мешала, значит, надо, чтобы Россия просто, значит, ну, навела в Киеве порядок. Примерно так же мыслили и в Одессе, и в Харькове, и в том же Киеве. Пусть она самая, ну, логика простая. Та же самая, кстати, которая была у бандеровцев. Они думали так, Запад не любит Россию, поэтому он должен сделать нам хорошо, потому что мы против России. Значит, здесь была логика, Россия воюет с Западом, значит, она не любит бандеровщину, значит, поэтому она должна сделать нам хорошо, значит, потому что мы воюем с бандеровщиной, значит, и мы противостоим Западу. Речь даже не шла о кормежке, потому что как раз юго-восточные регионы Украины, которые в основном были, условно, по-российскими, они нормально зарабатывали на себя сами, они фактически содержали украинскую государственность. Но политический зонтик они хотели иметь, ну, вот так вот, за бесплатно. Я тебе и в честь кормежки скажу. Ну, цена на газ, ну, 20 с лишним лет. Ну, кстати, если бы Ющенко, бандеровец это не поломал, то оно бы и дальше было. Газ, ну, низкая цена на газ в обмен на лояльность. Ты же понимаешь, что это долгая схема существовала. Кто-то на этом еще и зарабатывал, поверьте, да? Да, безусловно. И кроме газа и другие примеры существуют. Нет, безусловно, но, понимаешь, здесь все-таки речь идет об определенных, кстати, взаимовыгодных обменах. Либо там, где речь идет о сотрудничестве, да? Потому что, в общем-то, украинские предприятия, значит, украинский комплекс тяжелого машиностроения, военно-промышленный комплекс, он был частью общесоюзного. И до тех пор, пока Россия вынуждена не стала дублировать это на своей территории в последние годы, она была... Они могли зарабатывать за счет просто кооперации. Она еще и была заинтересована, потому что это, в том числе, удешевляло и, кстати, решение российских проблем. А, соответственно, те же самые металлургические предприятия украинские, которые работали на российском газе, да? Значит, было удобнее поставлять металл для украинского машиностроения из Кривого Рога или Днепропетровска, чем везти его за 3-9 земель из России, из Китая или из Индии. Поэтому здесь как раз речь шла не только о политической лояльности, но и о вполне конкретных возможностях совместного заработка. Ведь, опять-таки, даже уже в момент издыхания украинского государства, да, когда речь шла о создании таможенного союза, когда украинская экономика в значительной степени была уже разрушена, тем не менее расчеты показывали, что кумулятивный эффект для обеих экономики, для российской и для украинской позитивен. Да, для украинского он был более позитивен, она начинала расти более высокими темпами. Но, тем не менее, и российская показывала дополнительные темпы роста именно на этом объединении. Так это уже было в худший момент в 2013-2012 году. Понятно, что в 2004, а тем более в 1995, значит, этот кумулятивный эффект достигался еще большим. Поэтому здесь как раз, я говорю, речь идет не о претензии на содержание, как у наших братьев Западной Украины, а о претензии на политический зонтик. Это не отменяет государственного инфантилизма. Потому что неважно, ты хочешь, чтобы тебя кормили и государство тебя содержали, или ты хочешь, чтобы тебе создали государство комфортное для твоей жизни. Самое главное, что здесь в любом случае идет надежда на внешнюю силу, которая что-то тебе обязана, неизвестно почему. Но эта внешняя сила, как мы видим, в последнее время не особо готова что-то предложить, и как каким-то образом помочь. А ни одна внешняя сила никогда не готова сделать вам хорошо. Внешняя сила будет делать себе хорошо на вашей территории. Если ваши интересы совпадают, вам повезло. Если не совпадают, ну, извините, так получилось. Ну, в принципе, пока незаметно, чтобы до украинцев начало доходить, что интересы не совпадают. Мучительный процесс, мучительный. Понимаешь, а куда деваться? А шо робыть? Дело в том, что Россия в любом случае объявлена врагом, да? Теперь еще Запад объявить врагом? Ну, тогда, как они говорят, ну, будете Северной Кореей. Не, ну, они уже объявляют Запад врагом. Референдум в Голландии позволяет. Оказывается, это евроватники там появились. Они не Запад, они голландцы выявляют врагами, говорят, вот сейчас придут Меркель с Обамой и научат их жить. Не евроватники, а как некоторые слушатели наши выразились, давайте уж красиво по-европейски, европуховики. Европуховики, понятно. Ну что, Ростислав, спасибо большое за интересный разговор. Как всегда, по пятницам в часе с 10 до 11 у нас Ростислав Ищенко. Ну, мы с Улей прощаемся с вами до понедельника. Да, услышимся, как обычно.